Полуразрушенный Углегорск. В городе сложно найти здание, которое бы не пострадало от боевых действий. Все, кто мог, выехали. Остались одни пенсионеры. Мобильные волонтёры штаба Рината Ахметова впервые смогли добраться до Углегорска и доставить помощь нуждающимся. Тему продолжит Татьяна Блинова. В Углегорске пасмурно и тоскливо. Город полуразрушен. В уцелевших домах выбито стёкла. Это последствия ожесточённых боёв, которые шли как в самом городе, так и его окрестностях. Ещё два месяца назад на улицах практически было пусто. После пребывания в постоянном страхе перед обстрелами люди, наконец, смогли выйти из подвалов и погребов своих домов. В этой трёхэтажке жила семья Климовых. Валентина Семёновна с дочерью и зятем. Вот наш третий этаж. Гляньте вы туда прямо. Сначала мы вам расскажем. Вот посередине на третий этаж. Где бак висит? На третьем этаже. Уже в первый день обстрелов их жильё было разрушено полностью. Сами чудом выжили. Мужу Оксаны остался после смерти родителей дом. Туда и переехали. Но и там не удалось спрятаться от войны. Сюда прилетел снаряд. Вот стенку заложили. Вот что произошло. Видите? Сюда упал. Всё тут разбито. Восстанавливают жильё собственными силами. А пока живут в летней кухне. Валентине Семёновне 75 лет. 55 из которых она проработала на углегорской шахте. Пенсионерка вспоминает день, когда начали бомбить. 12 августа начали бомбить. Я закрывала томатный сок. Погиб сосед здесь, когда начали 12. Прямое попадание. И в подвалах мы были все. В Углегорске остались преимущественно пенсионеры, которые не могут о себе позаботиться. Помощь мирным жителям привезли волонтёры гуманитарного штаба Рената Ахметова. В категории такие пенсионеры 65 и старше, инвалиды 1-2 группа, мамы одинокие, семьи многодетные, семьи воспитывающие детей инвалидов, детей сирот, лишённых родительских прав. И есть категория по потере кормильца. Все нуждающиеся получат наборы выживания, которые поддержат их в трудной ситуации. Люди устали от безденежья и безнадёжности. Люди добрые. Так разбиты, так разбиты, что не можем свести концы с концами. Жена ранена, сын. Один живут, жинка вот от бомбёжки ушла. Погибла от бомбёжки? Ну, после этого сотрясения у него было и ушла она, умерла. Жители Углегорска благодарны штабу Ахметова за гуманитарную помощь. Большое ему спасибо и благодарны за всё, что помогает. В Углегорске бригада мобильных волонтёров будет работать в течение двух недель. Помощь получат тысячи жителей города. Углегорск – один из самых пострадавших населённых пунктов на Донбассе. Больше половины домов разрушено, люди нуждаются в помощи. По нашим оценкам, не менее трёх тысяч людей получат наборы выживания от Рината Ахметова, 90% из которых – это люди старше 65 лет. В так называемую «сирую зону» волонтёры уже доставили более 70 тысяч наборов выживания. За полтора года гуманитарный штаб Рината Ахметова роздал 5 миллионов 634 тысяч продуктовых наборов и более 400 тысяч детских по обе стороны линии соприкосновения. Татьяна Блинова, Данил Киреев, События, Канал Украина.